К новостям в мире. В Канаде полыхают 414 лесных пожаров, более половины из которых вышли из-под контроля. С начала года огонь уничтожил почти 4 миллиона гектаров леса. Дым от возгораний достиг даже побережья США. Эксперты все чаще высказывают мнение, что возгорание возникает не просто так. Всему виной изменение климата. Подробнее в материале моих коллег. Дым от канадских провинций достиг восточного побережья США. Люди вынуждены носить уже забытые после пандемии маски. Особенно страдают те, у кого астма и другие дыхательные заболевания. Я знаю, что изменение климата это реальность. И я как бы связываю это с тем, что лесные пожары происходят все чаще. Это действительно беспокоит меня, потому что у меня астма, поэтому я должен носить маску. И я все еще должен работать. Пахнет, но не слишком сильно. Я могу с этим справиться, но это портит мне фото. Я не вижу здания Капитолия, ведь это был бы замечательный снимок. Лесные пожары в Канаде не желают сдавать свои позиции. Ситуацию усугубляет сильный ветер и жара. Сейчас в стране полыхают 414 лесных пожаров. 239 из них вышли с под контроля. Более того, некоторые из них не могут потушить уже на протяжении нескольких недель. 20 тысяч человек эвакуированы из своих домов. С начала года огонь уничтожил почти 4 миллиона гектаров леса. У нас больше северных ветров, дующих в сторону центральной и восточной части США. То есть получается идеальный шторм с большим количеством лесных пожаров. Плюс идеальная схема ветра, которая только подливает масло в огонь. Одной из причин пожара в Канаде называют изменение климата. Такую версию озвучили в Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований. А в отчете он говорится, что в 2019 году из-за изменения климата интенсивность лесных пожаров во всем мире увеличится на 57%. Вы не можете отрицать, что изменение климата является очень важной частью этого. Это привело к накоплению топлива в лесах, а также к увеличению 2-3 засушливых территорий на западе. Таким образом, изменение климата определенно играет большую роль в увеличении площади сгоревших территорий и серьезности лесных пожаров, которые мы наблюдаем сейчас. Ближайший сосед Канады, Соединенные Штаты, выслали уже более 600 человек в помощь. Американские власти даже распорядились отменить вылет нескольких рейсов, которые должны были направиться в Нью-Йорк и Филадельфию. Все из-за ухудшения видимости на фоне дыма. Местные же канадские власти рекомендуют гражданам без надобности не выходить на улицу. Дана Ермак, Анна Расюмбаева, Астана Таймс.